Кодусовки локальные. Меня зовут Сергей Александр, работаю я в компании Inventos. И сегодня я хотел бы привлечь ваше внимание к такому инструменту, как Kubernetes. Начнем с того, что кто здесь имеет отношение с бэкэндом или взаимодействием с бэкэндом как веб-разработчик? Кто вообще занимается веб-разработкой или около веба? Практически все. Кто занимается бэкэнд-разработкой? Тоже практически все. Отлично. Кто в своей работе использует докер? То есть инструмент модный, молодежный, все в теме. Итак, давайте мы с вами разберем, какие тренды сейчас существуют в нашей архитектуре, в нашего бэкэнда. У кого приложение является монолитом? Отдом, большое. Кто использует микросервис, когда мы имеем кучу микросервисов, не кучу? Кто-то распиливал большой, могучий монолит на кучку микросервисов? Или сразу все разрабатываете? Понятно. Все опытные, все сразу делают микросервисы. Тенденции наши такие, что наши большие приложения для того, чтобы масштабироваться, бьются на маленькие. Какие-то части меняются, какие-то остаются. Соответственно, у нас везде микросервисы, микросервисы. И современные инструменты в виде докера позволяют это достаточно легко организовать на машине разработчика. Соответственно, связывать это между собой. И мы движемся дальше. То есть, что у нас является, что мы применяем сейчас в разработке на бэкэнде? Наверное, 90% это используют докер для того, чтобы описать зависимости. Используем докер-композ для того, чтобы наши зависимости склеить. То есть, при помощи докер-композа мы склеиваем базы, бэкэнд, фронт-энд. Возможно, что кто-то что-то еще в очереди. Если мы все модны с вами, то у нас обязательно должна быть система интеграции, система континент-дривери. То есть, мы как только запушили, у нас все сразу автоматически, магическим образом прошло тесты. Кто пишет тесты? Вот видите, все пишут тесты. Почти. То есть, тесты наши прошли. Мы по результатам тестов видим, что код готов к продакшену. И, соответственно, движемся дальше. Какие преимущества нам дает докер? Это повторяемость нашего кода на всех этапах разработки. При использовании докера, ну или других видов контейнеров, мы добиваемся того, что ситуация, когда разработчик говорит, а у меня все работает, она встречается все реже и реже. После того, как разработчик подготовил образ, образ пошел тестирование, собрался, ушел в хранилище. Из хранилища тестировщики и команда КВА, соответственно, имеют возможность провести разнообразные тесты. Мы можем это продемонстрировать на каком-то промежуточном среде, где проверим функционально заявленную в релизе, что она соответствует качеству. И дальше это все доставить уже в продакшен. Если мы с вами вернемся к истории, то когда-то давно, лет 10, а может и больше назад, у нас с вами был один сервер. Каждый знал, у него один пароль, кто-то ходил по ключам, каждый знал IPшник. У кого есть домашний проект, и кто знает IPшник своего сервера наизусть? Никто не балуется. А раньше это было модно. А кто знает рабочий сервер, IPшник наизусть? Соответственно, время шло, количество используемых машин увеличивалось. Где-то они увеличивались у нас за счет железных машин, где-то за счет виртуализации, соответственно, большие сервера нарезались на мелкие и удавались пачками. Все это, соответственно, умножилось. Чтобы поддерживать как-то культуру серверов и упростить управлениями, появились системы оркестрации, то есть системы управления конфигурациями. Кто пользовался Ensemble, Chef, Puppet, что-нибудь подобное. Следующим этапом, когда машин стало много, ресурс потребовал более грамотное, распределение ресурсов и возможность этим манипулировать. И здесь на Аренгу уходит такое понятие, как оркестраторы. Соответственно, они позволяют уже управлять нашими контейнерами и запускать их в нашем облаке. То есть сервера подвязывается с какой-то пол машин, условно это можно назвать облаком, и дальше уже при помощи оркестратора мы управляем этим полом. Соответственно, так как мы выяснили, что практически 90% здесь используют при разработке докер, кто использует докер для того, чтобы запустить это в продакшене? Никто не использует, практически. Если мы с вами будем проецировать нашу машину разработчика на продакшен сервер, то какие мысли первые поступают к тому, чтобы запустить наше приложение, разработанное с любовью в докере? Это зайти на машинку, скопировать туда через ССП, либо другим способом доставить докер композ, выполнить его, запуск, соответственно, все наше окружение поднялось и, в принципе, работает. Это все удобно, пока у нас количество серверов ограничено. Дальше мы опять, если будем проходить по нашим предыдущим слайду, то есть когда количество машин растет, допустим, 5, на каждую машину ходить уже неудобно, мы можем использовать систему управления конфигурацией. Соответственно, второй вариант – это использовать уже готовые модули от Ansible, Puppet, Chef и прочей системы конфигурации. Когда же парк машин растает, это становится так же неудобно, потому что у нас остается наследие от старого подхода. Дальше на смену мы начинаем смотреть, а что же сам производитель докера рекомендует. То есть первые попытки оркестрации вышел инструмент такой, как SWAT. Про него у нас сегодня будет второй доклад. Здесь я просто скажу, что он есть. Если обращаться к его историю, то он прошел две итерации. Первая итерация была достаточно сложная, вторая итерация запускается, по-моему, двумя-тремя командами, но это более подробно нам расскажет Иван. Потом, такой инструмент как на МЭД, о нем доклад тоже был ранее. В принципе, на его изучении первичный старт потребуется, наверное, 3-4 вечера. Неторопливый учтение документации и небольших экспериментов. И более сложный инструмент – это кубернетис. Кто слышит кубернетис, давайте проверим, сколько у нас в аудитории слышало это страшное слово. А кто его трогал, кто владеет, предлагаю по мне с вами с нами. Собственно, дальше мы посмотрим с вами на динамику, популярность технологий, как это развивалось. Для этого используем гугл историю поисковых запросов, гугла. То есть синим – это докер. Появление докера, интервала у нас 5 лет. То есть вот он стартует примерно, и его популярность постоянно растет, 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 растет. Видим провалы. Оказывается, что на 1 января людей меньше интересуются докером, чем в обычные соседние дни. Дальше – это инструмент кубернетис. То есть мы видим, что 5 лет назад практически не было поисковых запросов. Примерно 2 года назад популярность их растет, и дальше тренд растет. И сравним его с родным средством аркестрации. Это с вармом, который практически остается с прямой ровной линией. Второй тренд. Это зачем можно судить? Это посмотреть, кто предоставляет кубернетис как сервис уже из компаний. То есть в начальном кубернетисе получается у нас Google. Он стоит на первой строчке. За ним подтянулся ОВС. При желании мы можем создать кластер. Дальше компания Майлрум может предоставить. Диджитал Океан запустила. Селик Телл. Посмотрел, они тоже предоставляют услугу запуска кластера. Возможно, есть другие решения, которые здесь не вошли. Но компании, которые предоставляют виртуальный поиск, смотрят над этим и разрабатывают свои решения. Второй вариант. Мы посмотрим, насколько популярна технология на HeadCountry. Здесь предоставлен поиск вакансий без фильтра географии. То есть если мы видим, что работодатель желает видеть в кубернетис 3000 вакансий, упоминание Swarma 130 и упоминание Nomada 65. Если мы сравним с вами эти цифры, то в принципе можно сделать вывод, какую технологию более перспективно изучать, если мы хотим повысить свою ценность на рынке труда. Причем это работает в обе стороны. Если мы ищем работу, соответственно, при владении кубернетисом, наша ценность возрастает. Если же мы как работодатель ищем сотрудника, то шанс найти работника также у нас возрастает. Потому что технология получается достаточно популярна, она постепенно становится стандартом, и переход людей между проектами сокращает время погружения в проект, потому что не требуется изучать какую-то отдельную технологию. А человек, имеющий опыт кубернетиса, может его применять уже на новой работе. Как можно познакомиться с кубернетисом? Для этого достаточно зайти на официальный сайт, рассмотреть документацию. Там есть живые примеры, когда мы прямо в браузере можем выполнить команды, посмотреть, как создается кластер, добавляется нода, сказать, присоедини нам ноду к кластеру, и запускать простые команды. Если мы хотим запустить это локально, то есть уже готовый инструмент, который позволяет из машинного разработчика также запустить кубернетис. Из того, что я попробовал, и мне понравилось в своей доступности, это мини-куб. Это является готовым стандартным решением, которым на сайте рекомендуют по умолчанию. Эта технология использует запуск виртуальной системе виртуалки, где уже поднимается кластер, и мы при помощи команды КубКТЛ уже имеем возможность обрастить непосредственно кластеру и выполнить команды, рецепты, чарты. Второй вариант – это микро К8С. С чем он мне понравился, тем, что так как основная рабочая система у меня является Ubuntu, Debian, он ставится непосредственно из снап-пакета, и в отличие от первого варианта требует меньше ресурсов. То есть отзычивать систему, в принципе, получается быстрее. Дальше – Rancher 2. Это инструмент, про него можно сказать, что позиционирует себя как инструмент, позволяющий объединить несколько кластеров кубернетис через веб-интерфейс в единое облако. Также позволяет достаточно быстро и просто поставить кубернетис. Из-за особенностей он, получается, запускает кубернетис в докер, то есть сами процессы крутятся в докере. В связи с этим легко поставить, легко удалить, не засоряя корневую систему. Еще важно ответить, что Rancher 2. Двоечка подчеркивает то, что они перешли непосредственно поддержку доку кубернетиса, а первая реализация пыталась поддержать несколько орхистраторов, тоже в единое облако. Вот как раз там и были орхистраторы, которые мы рассмотрели на предыдущих слайдах. Есть еще много других вариантов. В принципе, здесь, если кому-то не устроит начальный вариант, то можно покопаться и уже подобрать на вкус и цвет, сериал технологии и варианты запуска. Следующий вариант – это попробовать уже настроенный кластер непосредственно в облаках. В отличие от первого варианта, это может быть более затратно, но зато это уже настроено, настроено достаточно качественно, и можно не только там домашние проекты, а что-то более серьезное, что требуется запустить, потестить, погонять 24 на 7. Цены, если примерно прицениваться, то по мощности в районе от 4 тысяч есть в рублях. Это облако в Mail.ru, в DigitalOcean я сейчас не вспомню. Ну, примерно от 4 тысяч рублей в месяц обходится в минимальный классик, который позволит запускать то, что вы запускаете на простой виртуалке за 300 рублей, за 10 баксов. Какую важность там приносит использование данных технологий как для разработчиков? Как я уже говорил, это повторяемость, стандартизация окружений, то есть если мы используем на всех средах один и тот же вариант запуска и управления, то соответственно у нас есть переносимость и скорость развертывания и повторяемость наших сред. Это подходит, если нам требуется создать промежуточные какие-то среды для тестирования или, допустим, для того, чтобы сравнить новую версию продукта, так и повторяемость процесса. Также все эти компоненты нам позволяют организовать непрерывную интеграцию. То есть после каждого нашего изменения автоматически все наши контейнеры могут собираться, прогоняясь автоматическое тестирование. Это позволяет улучшить качество конечного продукта. Важность для релиз-инженеров. У кого в командах есть релиз-инженеры? Да, значит это вы сами являетесь релиз-инженером. То есть это люди, которые доставляют нашу непосредственно продакшн. Это иммунитабельность инфраструктуры, то есть инфраструктура описывается при помощи YAML конфигов и, соответственно, она повторяется с некоторыми корректировками конфигураций значений и можно разнажать нашу среду, убирать. Второй важный момент – это инфраструктура как код. То есть благодаря данным конфигурациям они могут храниться в YAML файлах, а YAML файлы мы можем положить уже в систему контроля версии. Таким образом у нас появляется некая автодокументация, по которой мы можем уже прочитать конфигурацию и посмотреть во временном этапе, как что менялось. Мы можем организовать релиз одной кнопкой. То есть Kubernetes позволяет, имеет интеграцию с современными системами контроля версий, если я могу рассказать про GitLab. То есть в последних версиях есть пару кнопок, заполняем пару полей, либо уже говорим, что вот с такими доступными кула может создаться кластер, и там могут прогоняться тесты динамически уже без какой-то конфигурации. Увеличивается скорость релизов и появляется возможность быстрого отката на предыдущую версию. Если кто-то застал моменты, ну или сейчас используют мне контейнеры в продакшене, то у каждого есть свой механизм, как вернуть старую версию. Вот, допустим, в мире Рубе есть капистрана, которая каждый релиз раскладывает по папочкам. Если что-то пошло не так, то нужно обеспечить, чтобы не сержак всылался текущий проект на старую версию релиза. Все это работает, но нужно соблюдать осторожно при работе с базовыми данными, потому что если код наш мы можем делать по папочкам, то данные от релиза к релизу могут меняться, и код должен поддерживать два варианта работы. Сложности. Как бы кто не хвалил кубернецис, его использование достаточно сложно, особенно на первом этапе. Мало того, мало запустить просто классику, его нужно окружить большим количеством сопутствующих сервисов. Это сервис, который будет для нас хранить, собирать, допустим, логи, потому что у нас может быть 100, 200,000 контейнеров. Это сервис, который будет собирать метрики, причем метрики как по ходсистемам, так и по потреблению каждым контейнерам. Соответственно, эти инструменты надо освоить, внедрить и активно ими пользоваться. Также нужно беспокоиться от отказу стоящих, если теперь получается не только всего классера, но и метрик. Если мы рассмотрим вариант, когда мы с вами имеем, на вкусе, 10 сервисов, сделали один большой кластер, решили, раз у нас классер, давайте там же хранить логи, давайте храним там метрики. Когда что-то пошло не так, и кластер вышел из строя, доступ к логам, к метрикам у нас автоматически пропадает. Соответственно, мы не можем не расследовать этот инцидент, не можем двигаться дальше. Все эти проблемы надо решить в том или иной степени. Компоненты. Так как система сложная, каждая она строится из маленьких кирпичиков, что соответствует архитектуре микросервиса. Так как кирпичики маленькие, они могут быть взаимозаменяемы. Соответственно, на каждой из компонентов есть куча плагинов. И прежде чем вам все это запустить у себя, вам придется сделать выбор, какой компонент вы берете и почему вы берете. Соответственно, ответственность за выбор того или иного компонента опять ложится на ваши плечи. Если брать, например, сети, то, по-моему, в районе 20 плагинов, которые обеспечивают работу сети внутри кластера и взаимодействие между контейнерами. Хранение данных. Купернецкая достаточно быстро развивается. Если, допустим, при изучении год назад, то все говорили, где хранить данные. Храните их либо на облачных устройствах, обеспечивающихся доступ, либо храните их в ИС-3. Соответственно, ссылка была на то, чтобы использовать облака и их оплачивать. Сейчас есть плагины, которые позволяют хранить данные непосредственно на своем классе, но опять же с ними надо разбираться, надо настраивать, и всю ответственность за их работоспособность вы должны брать на себя, если вызываете ответственность по поддержке и сопровождению кластера. Логи. Логи также, получается, сыпятся из кучи контейнеров, пусть их будет 150. Работать с ними неудобно, нам нужна централизованная система с горо-логом. Опять мы должны выбрать, какую систему храним. Если логов много, то как храним, как долго, как мы в них ищем. То же самое с метриками. Система метрик мониторинга должна быть адаптирована к тому, что наши контейнеры могут взлететь, могут потухнуть, могут мигрировать. Соответственно, весь этот интерфейс должен позволять достаточно адекватно и удобно с этим взаимодействовать. Собственно, что можно привести примеры и как это можно подправить, если кому-то вдруг после доклада будет интересна эта тема. Здесь я привел одну и ту же ссылку двух вариантов. Для тех, кто не доверяет и готовы набрать это со слайда, и для тех, кто доверяет сокращателям ссылок, не боится, что там будет вирус. Данный компонент это такой демо-магазин носков или носок объединяет, по-моему, 13 между собой 13 микросервисов, которые запускаются в разных вариантах ордестрации. Там можно сравнить, как описывается запуск в докере, не докере, а в сварме, в намяде, в кубернетисе. Запустить это. Есть описание, как это запустить в AWS, в угловом облаке. Если тем интересен, соответственно, туда забраться дальше вас не составит. Это сравнение запуска демо-конфигов количества строк в YAML файла. Кто знает, как выглядит YAML файла? Ну, то есть, представляете, в первом варианте выписали только композ 172 строчки, грубо говоря, 2-3 скрина, и во втором варианте практически 700. Отсюда мы и делаем какое-нибудь, что использование конфигурации для кубернетиса достаточно многословно. Почему так получается? Получается, потому что система кубернетиса разрабатывалась как достаточно универсальная, и на каждый компонент для взаимодействия мы, получается, должны описать не только под, но еще и как сервисы будут взаимодействовать с этим подом. То есть, у нас получается, мы описываем взаимосвязи нашего приложения, как приложение будет доступно внутри системы, как система будет взаимодействовать между нашими сервисами, и как внешняя система будет взаимодействовать с нашими сервисами, которые дальше нас институцируют уже непосредственно на наших нодах. более детально я не ставил себе задачи и вас познакомить. Единственное, это будет сложное и многословно. Соответственно, так как кубернетис получает достаточно большое устранение и имеет громадное количество строк конфигурации, появляются инструменты, которые позволяют упростить процесс. Выбор инструмента достаточно большой, из того, что я пролистал, наверное, только десяток мне попался, лидером среди конфигураций является хелм, его также называют как менеджер пакета, который позволяет университету описать диплой вашего приложения. Собственно, здесь я выбрал список сервисов, которые используются в демо-приложении с нашими носочками. Как мы видим, здесь есть часть повторяемых образов. Это две базы данных Mongo, с которыми работают разные подсистемы. Соответственно, это две копии, каждая для своей подсистемы. Мы видим, что здесь есть бэкэнд, фронтэнд, сделан каталог отдельным сервисом, сделан корзина отдельным сервисом, отдельная база и отдельный сервис это пользователи. То есть, максимально побили на микросервисе все, что можно было побить. Соответственно, если, опять же, доклад понравился и кто-то хочет более детально посмотреть, какие проблемы решаются, я рекомендовал бы два доклада. Первый доклад от Фланта, это компания, которая, занимаясь консалтингом инфраструктуры, они ведут проект на поддержку, заводят куберы и, соответственно, оказывают сопровождение компаний в администрировании. Ребята очень хвалят кубернетис, для них это способ заработка, соответственно, могут быть как плюс, так и минус. И второй доклад это 10 причин использовать не используют кубернетис. Также описывается, что хорошо, что плохо на опыте эксплуатации, если не ошибаюсь, ребят из Авито или Сбербанка. Собственно, мой короткий доклад на этом подошел к концу. Если есть вопросы, могу вам напакивать. У меня есть вопрос. Да. Как понять, нужен кубернетис или нет? Уже. Смотри, по изучению вообще докладов как для себя, так и для данного мероприятия, я пришел к выводу, что кубернетис используют достаточно крупные компании, которые способны, которые имеют штат инженеры, которые обслуживают внутреннюю инфраструктуру, и этот штат примерно 3-4 человека у них. Внутрение в таких компаниях занимает порядка полугода. Это вот от начала до первой какой-то миграции компонентов. Соответственно, дальше вы можете смасштабировать это на свою компанию и сделать вывод, потянете, вы не потянете. А можно назвать какое-то количество серверов, в которых начинается вся бы минимальная целесообразность внедрения кубернетис? Понятно, что для одного это очень много верно не оценивается. Достаточно сложный, наверное, вопрос. Наверное, с десятки уже можно начинать, но опять же, сколько времени тратят инженеры на то, чтобы поддержать текущую инфраструктуру, какие перспективы дальше, какие проблемы решаете. То есть, все крупные компании в принципе внедрили, колются, жалуются, но работают на кубернетисе. Авито, Майлру, Яндекс сейчас запускает свою область и тоже кубернетис предоставляет. То есть, эта тенденция, она ясно проглядывается. Своим докладом я хотел просто привлечь ваше внимание, что в принципе с ростом популярности инструмента он, скорее всего, упростится. И то, что порог кода сейчас, допустим, полгода, то ближайший год волной станет месяц-два. Если вы, допустим, уже сейчас используете облака, то здесь возможность упрощается, потому что уже получаете кубернетис как сервис, и у вас сходит на нет необходимость его поддерживать именно инфраструктурной командой. То есть, тогда вы касаетесь части, которые взаимодействуют либо программисты, либо архитектор проекта, описывая проект. Ответил вопрос. Все, большинство у вас. Спасибо, Саша. Давайте сделаем 2-3 минуты паузу, мы сейчас переключим на следующий докладчик, поэтому пока мы обсудим остатки. Присоединяем.